Здравствуйте. Вы меня видите? Рад вас видеть. Здорово. Подождите, кто-то разговаривает там? А там я в кафе не сажусь. Вот. Ну, здесь интернет хороший. Ну, там выключите все, чтобы было нормально. Так, а как? Они просто фоном, они сзади у меня тут сидят. Вот. У меня вопрос. Можно к вам? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, я не против. Говорите. Игнатий Николаевич, я вам уже задавал этот вопрос в сообщениях. Я поговорил, у меня с учениками не получается никак говорить. Не получается. А поговорил с отцом со своим. И он по поводу того, что я... Вопрос такой, что могу ли я жить не с мамой? То есть она хочет, чтобы я жил с ней. Но в то же время говорит, как я сам захочу. Вот. Ну, ей бы было лучше, если бы я был рядом. Подождите, подождите. Что-то не очень не ясно. Плохо как-то. У вас все это мотается, экран. И звук уплывает. Вы как-то поближе к микрофону или как-то? Я ничего не понял. А что? Остановите, чтобы она не моталась-то. Сейчас секунду. А что, другого места нету, чтобы отойти к другому месте? Это нормально поговорить. Какой это разговор-то? Копли разные, мечется. Ничего не слышно. Да. Ну, говори потихоньку так. А-то вообще говорить, сказать. Мама, значит, моя, говорит так, что... У меня вопрос с родителями, получается. С мамой. Ей будет лучше, если я буду рядом с ней. И в то же время она говорит, ей будет лучше, если... Как мне будет лучше. Вот так. То есть, она вроде как ей хорошо будет, если я буду рядом. Но в то же время, вот, говорит, как... Я сам решу. А кто она? Вы о ком речь ведете? О своей маме родной. Вот. А папа мой говорит, тоже так же, решая сам, как-то лучше. Это прерывается. Разговор прерывается, нехорошая связь. Ну, и вы там на месте-то и посмотрите, посоветуйтесь. Вот такой вопрос, раз здесь далека, можно решить. Обязательно сходите к священнику, посоветуйтесь. Хорошо. Ну, в общем, тогда получается, что я, как бы, уже давно сделал свое-то решение. Что, и действительно, отец мне, мой родной, тоже советует к маме туда не ехать в тот город, где она живет. Вот. Потому что там и работы практически нету. Вот. И мама моя, ну, еще достаточно... Ну, я ей предлагаю приехать ко мне, когда я уже укреплюсь, закреплюсь на новом месте. Вот. Она еще и, как бы, ходит сама. Вот. И себя обслуживает. И средств мне, в общем, достаточно пока что заплатить за все. Вот. Единственное, конечно, она говорит, как родного человека рядом. Но в то же время я... Мы с ней по духу, как бы, не совсем родные. То есть я, вот, как бы, стремлюсь к жизни, как вот у вас. Но у меня сейчас не получается. Я еще с собой, за себя не взялся. Вот. К сожалению. Вот. И вот у меня еще разговор с вами был по поводу, тоже в переписке, по поводу покупки у вас дома. А его нету дома. Никакого покупки. Дом не покупается, их нету домов. Только строятся. Только строятся. Который брата вашего, вот, дом? Игнатий Тихонович. Про то говорить не надо даже. Нет. Сейчас на продажу ничего нету. Строятся. А, уже нету? Вчера вот заезжал, тут один строится. Подвально уже построил. Постройки я сделал. Нынче продолжает строиться. А тот, вот, который... Вы говорили с Германией, с Арсеном. Да. Вот. Значит, дома вашего брата, который уехал, вот. Вы еще говорили, что это около там 200 тысяч, что ли? Нет, нет, нет. Ничего нету. Все. А, ясно. А, ну тогда, в принципе, я тогда, наверное, остаюсь здесь. Ну да. Московский область. Московский область остаюсь. Ну вот, не знаю. Хотелось бы, конечно, к вам, ваше общение, как-то вот, учиться. Как говорят еще, вот, святые тоже, с преподобным преподобен будешь, я не знаю, правильного выражения или нет. Но, мне кажется, действительно, в какой-то степени правильно. Недаром же ученики, вот, разных святых стремились за ними. Они уходили куда-то в леса, они за ними дальше шли. За их искали, где же они там, куда они спрятались. Вот. А мне понравился вот Авраем Николичский. Он такой вот ученик, ну не ученик, а, как сказать, вместе с Сергеем Радонежским даже в одном монастыре тоже вот он так жил, что видел, что рядом язычники живут в Костромской области и проповедовал. Хотя сам уединился, но пока шел, он видел, что есть деревни, где они знают спасителя. И проповедовал. Даже, знаете, наверное, монастыритом основал. Вот, три монастыря основал, пока вот уходил. От грехов очищался, в уединении, да. Вот, и проповедовал. И я вот всем про него рассказываю. Вот, вот, настоящий миссионер. Тоже, ну, своего рода, своего времени. Вот. Ну, ладно, спасибо, Алигнатий Тихонович, за беседу. Вот. Если у вас что-то есть, какое-то слово ко мне, я вас с удовольствием выслушаю. Вот. Обличающее тоже с удовольствием. Ну, вот вы в прошлом году, ни слова не говоря, исчезли. А я думал, благополучно ли у вас все. Вы все сделали как надо. Приготовились ехать. Я вышел в маршрутку. Не заладилось. Вы могли бы хотя бы отбой дать. Я считаю, что вы в дороге. И дальше начал предполагать, что что-то с вами случилось. А вы так отмахнули, как будто ничего и не было. Как же так? Да, простите. Я даже не подумал, что... Это совсем никак не годится. Никуда. Вы дали знать, что едете. У нас встречают люди. Нам это не просто все дается. Вас нигде нету. Я куда запрос должен делать? Туда, откуда едете, там адреса нету. В дороге узнать не знаю, что-то случилось. Мы молимся и молимся. Что-то с Романом сделалось. Или погиб тебя. Или милиция арестовала. Или что? Да. И счет до глубокой осени только уже... Мне помог парализованность Сергея вывел на вас. Это совсем никуда не годится. Это уже заранее человек знал, что с нами больше встречаться он не будет. Дальше продолжать близкие отношения. Нам заново надо все строить. Вы разрушили все. Если вы один раз так сделали, никаких обязательств нет у вас, то вы можете сделать и второй, и третий раз. И кроме обузы вы ничего не принесете. Вывод-то вот какой напрашиваю. Да. Понятно. Простите. Еще раз. Спасибо большое за ваше внимание ко мне. Мы очень серьезно относимся к тем, которые вступают с нами в какие-то близкие отношения. Мы заботу уже берем. Как встретить, в какое время. Даем дополнительные данные. Изменилось ли что-то у нас. То есть полная информация. Здесь никакого. Как будто бы в воду прыгнул со скалы, разбился и нигде нет. Нету. Я ищу в разных местах Союз, нигде ничего нет. Вы сами подумайте, как это, ладно ли? Взрослый человек, вам же не 15 лет. Простите. Так, у вас вопросов духовного порядка никаких нет? Чего? Ну, в общем, я вот хороший совет. Я воспользовался три дня без воды, без еды. Вот, уединение, конечно же. Вот. И мне позвонили по истечению этих двух дней. Сказали, там, есть дедушка, которому нужна помощь. И очень не знаю, что думать. Я теперь все время мне за пожилыми как бы ухаживаю. Может быть, даже думаю, что подумал, что это как бы знак, что надо все-таки к маме ехать, за ней ухаживать. Но пока я не вижу особо... Видите, предыдущие наши разговоры, что мы говорили, все это аннулируется. Мы как будто бы встретились, случайно прохожие прошли. Приезжать вам уже нельзя. Совсем нельзя. По крайней мере, на это время. Если что-то у вас серьезное будет, заново знакомимся, все узнаем друг о друге. А нас-то проще всего. 4200 роликов, там можно разобраться. Я вам сейчас спрошу наши данные еще раз под этим, под скайпом. Хорошо. Спасибо. Слава Иисусу. Дальше у вас больше ничего нету, да? Да. Ну, во славу Божию. Давайте, спасайтесь. Спасибо. Да, выключайте. Откажу.